Итак, как у нас тут дела? В приоткрытую дверь светлой больничной палаты вошел высокий худощавый мужчина, лет 35. Но в его темных волосах уже было много седины. Серые глаза всегда внимательны к каждой детали, и лишь улыбка озаряет его суровое лицо. Одет в белый халат с папкой в руках. В нем легко узнать врача. Вместе с ним в палату вошли две медсестры. Доктор молча посмотрел историю болезни и с упреком посмотрел на лежащую на кровати девушку. «Ну ты нас и напугала, Кнопка!» Мужчина аккуратно сел на край кровати и щелкнул девушку по носу. «Александр Юрьевич, я уже не маленькая!» Вяло улыбнувшись, возразила девушка. Если бы не слабый стиплый голос, слова пациентки прозвучали бы возмущенно. «Мне скоро 25 будет!» «Да?» Мужчина удивленно поднял брови. «А почему же ведешь себя как ребенок?» «Я?» Девушка замолчала и отвела взгляд. «Ну что, Наташа, давай серьезно. Что случилось в этот раз? Ты только представь, прихожу я утром, а мне дежурная медсестра сразу. Александр Юрьевич! Ночью Снежинкину привезли в предкоматозном состоянии. И такое приветствие мне с утра не по душе. А через пару дней Новый год. Это ты мне решила подарок такой сделать? А, анализы, Наташ, кошмар! Уровень сахара в крови 36. Это как понимать? «Я диету не нарушала!» Возмущенно прошептала девушка. «А что тогда? Опять заболела и не пошла к врачу?» От серых глаз доктора не укрылся виноватый взгляд Наташи. «Понятно, опять простыла. Не углядела за уровнем сахара, и вот, нате, распишитесь, дорогой Александр Юрьевич!» «Угу!» Тихо произнесла девушка. «Что, угу?» Рассерженно спросил мужчина. Даже медсестры вздрогнули. Они-то знали, каким может быть завотделение в гневе. Наташа лишь слабо улыбнулась, прекрасно зная, что лучше сейчас дать Александру выпустить пар. Когда ты уже станешь за собой следить? Вот нашелся бы такой парень, чтобы отшлепал тебя хорошенько, безответственную такую. Александр Юрьевич! Что? Знаешь, сколько я уже, Александр Юрьевич? Кнопка, я ведь беспокоюсь за тебя. Как вспомню нашу первую встречу десять лет назад. Как тебя на скорой привезли, едва живую. Кожа до кости. Похожая скорее на привидение, чем на человека. Глаз не могла открыть и ничего сказать. Думаешь, мне приятно видеть тебя опять на больничной койке? Или ты поддерживаешь традицию? Раз в год наведать старого Александра Юрьевича? Наташа тихо засмеялась и уже хотела что-то сказать, но в палату вбежала запыхавшаяся медсестра. «Александр Юрьевич, опять Морозов!» Встревоженно произнесла она. «Иду!» Доктор поспешно встал, но наклонившись, нежно погладил Наташу по щеке и улыбнулся ей. «Я еще зайду». Выйдя из палаты Снежинкиной Наташи, Александр Юрьевич быстрым шагом направился к дальней палате. Морозов Максим, 28 лет. Не женат, детей нет. Единственные родственники – родители. Год назад парень пожертвовал собой ради спасения 12-летней девочки. В тот день, как раз в канун Нового года, Максим возвращался от друга, чтобы встретить начало года со своими родителями. Парень выпил, поэтому, оставив машину на парковке возле дома друга, отправился на автобусную остановку. Заснеженная улица была пустынной. Только на остановке, пританцовывая, ожидала автобус девочка. Пробегали мучительные минуты ожидания. Мороз, который с каждой минутой становился все сильнее, уже забрался под пальто. Мелкий пушистый снег залетал за воротник и припорашивал волосы. Перчатки Максим забыл в машине, поэтому прятал замерзшие руки в карманах. В голове парня промелькнула мысль, заставившая его улыбнуться. Еще пару минут, и он тоже будет пританцовывать, как и эта девочка. От подобных мыслей его отвлек виск шин. По дороге мчался автомобиль. Им шатало из стороны в сторону. Из-за большой скорости и скользкой дороги водитель не мог справиться с управлением, и машина двигалась прямо на остановку. Максим успевал отпрыгнуть с пути машины, но вот девочка испуганно замерла на месте. Парень бросился и оттолкнул девочку в ближайший сугроб, но сам не успел увернуться от столкновения с железным монстром. Покороженное железо и кровь на белом снегу. Многочисленные переломы, внутреннее кровотечение. Врачи долго боролись за жизнь парня. В результате кома. Состояние Максима весь этот год было стабильным, но парень так и не очнулся. А вот уже вторую неделю показатели резко ухудшились. Парень умирает. Александр Юрьевич тяжело вздохнул, покинув палату Максима. Сейчас удалось стабилизировать состояние парня. Но что будет в следующий раз? Возле кабинета доктора в креслах сидела пожилая пара. Мужчина бережно держал за руку женщину и утешал ее. Родители Максима. За этот год они очень постарели. Максим их единственный сын. Поздний и желанный ребенок. Горе сломило эту уже немолодую пару. Была у Максима и девушка, невеста. Но узнав, что парень попал в аварию и скорее всего останется инвалидом, со страшными шрамами на теле, если вообще очнется, она ни разу не пришла в больницу. И порвала все отношения с родителями Максима. А через полгода она вышла замуж. Александр Юрьевич еще раз вздохнул. Ему всегда было трудно сообщать родным больных неутешительные новости. Как можно сказать и вот этим любящим родителям, что их сын умирает? Ирина, мать Максима, подняла взгляд, когда подошел доктор. Не нужно было слов, она все поняла. Нет, зарыдала женщина, уткнувшись мужу в плечо. Нет. Надежды нет, спросил Павел, посмотрев на доктора и поглаживая жену по спине. Александр Юрьевич лишь виноват и отвел взгляд, а сердце кольнуло боль. Надежда всегда есть, прошептал он, смотря вслед уходящей пары. Александр всегда переживал за каждого своего пациента. Коллеги советовали не принимать все так близко к сердцу, отгораживать чувства от работы, относиться холодно и просто исполнять свои профессиональные обязанности. Но мужчина не смог, ни тогда, ни теперь. Он радовался, если пациент выздоравливал, и тихо скорбел, если больной умирал. А смертей было много, ведь работал Александр не в простом отделении больницы, а в реанимации. Здесь только тяжелые случаи. К Наташе Снежинкиной Александр Юрьевич зашел ближе к концу рабочего дня. Он знал эту девушку уже 10 лет. Невысокая, с длинными рыжими волосами, забавными веснушками и голубыми, почти прозрачными глазами. Девушка сразу же понравилась молодому доктору. Она оправдала свое имя. Наталья, родная. За то недолгое время, что девушка пробыла в отделении, Александр очень к ней привязался, и она заменила ему младшую сестренку, которой у него никогда не было. Наташа была сиротой. Младенцем ее нашли на пороге больницы. Жизнь девочки складывалась не особо радостно. Ее никто не удочерил, не подарил простого семейного тепла и уюта. В 15 лет на уроке физкультуры Наташе стало плохо. Ее не сразу направили в больницу. Местная медсестра, работающая в интернате, посчитала, что девушка просто симулирует, чтобы не посещать уроки. А все оказалось более опасным. У Наташи оказался диабет. Сама по себе болезнь не страшна, когда держишь ее под контролем. Два дня девушка пробыла без сознания. Александр сам менял ей капельницы, неотрывно дежурил у постели девушки и держал за руку. Словно хотел удержать душу Наташи в этом мире. Или он просто сдерживался, чтобы не пойти к непутевой медсестре и не высказать все, что он думает. Как можно было довести девушку до такого состояния? Наташа очнулась и рассмешила молодого доктора после того, как внимательно смотрела на него несколько минут. «Ангел? Красивый ангел?» прошептала она пересохшими губами и уснула. Теперь ее жизни ничто не угрожало. Девушка быстро шла на поправку. Ее здоровье восстанавливалось, но быстрее всего оживал ее неугомонный веселый характер. Уже на следующий день девушка нарушила запрет доктора и, потянув за собой штатив с капельницей, ушла бродить по коридорам отделения. Александр Юрьевич, заметив пропажу юной пациентки, поднял шум. Девушку нашли в одной из палат. Она сидела около кровати шестилетней Алины, которой вчера сделали операцию, и, очнувшись, постоянно хныкала и звала свою маму. А разрешены только короткие визиты. Наташа рассказывала Алине сказку. Александр не стал ругать девушку за нарушение правил режима, ведь ей удалось успокоить малышку. Все дни до перевода Алины в обычное отделение Наташа проводила время в палате девочки, забавляя ее. Болезнь Наташи протекала не особо спокойно, и раз в год обязательно девушка оказывалась в реанимации, хотя и не всегда в особо тяжелых случаях. Для нормального течения болезни нужен строгий контроль уровня сахара в крови, соблюдение диеты и режима, постоянные инъекции и лекарства. А так как девушка была предоставлена сама себе, и некому было за ней присматривать, случались вот такие ухудшения. Как рассказал врач скорой помощи, им пришлось взламывать дверь в квартиру Наташи. Девушку нашли без сознания почти у самой входной двери, с зажатым в ладони мобильным телефоном. Наташа даже вещи собрала, наверное, собиралась в больницу, но ей стало плохо. Хорошо, хоть успела скорую вызвать. «Можно?» – спросил Александр, заходя в палату Наташи. Девушка уже выглядела лучше, бледность исчезла, и на щеках появился легкий румянец. «Конечно!» – радостно улыбнулась девушка, и со вздохом облегчения достала из-под подушки спрятанную книгу. «Саша, ты меня напугал! Я думала, это Лариса Степановна, а она запрещает мне читать!» «Правильно делает!» – улыбнулся мужчина, присаживаясь на кровать у ног Наташи. «Ладно, прости за то, что напугал. Что читаешь?» «О, это такая интересная книга! Здесь рассказывается о любви ведьмы и вампира!» Вдохновенно ответила девушка, а в ее глазах блеснул озорной огонек. «И как ты не устаешь читать эти сказки?» – снисходительно вздохнул Александр. «Но так ведь ты сам сказал, это сказки! А кто не любит читать сказки? Здесь есть приключения, любовь, вера в чудо и настоящая дружба. А искренние чувства могут даже воскресить!» «Ты лучше чувства в реальной жизни поищи, а не в книгах!» – упрекнул мужчина и потер глаза. «Устал?» – сочувственно спросила девушка. «Не уводи тему разговора в другую сторону. Вот скажи, ты когда в последний раз ходила на свидание?» «Саш!» – жалобно простонала девушка. «Ты что, думаешь всю жизнь прожить одной?» «А если бы в этот раз не додумались взломать дверь в твою квартиру? Так бы и лежала там холодным трупом!» «Ну, Саш, не переживай! Все ведь хорошо!» Наташа улыбнулась, посмотрев на доктора. «В этот раз тебе нужен парень!» «Саша, ты ведь знаешь, что в моей жизни нет места для другого мужчины, кроме тебя!» Улыбка девушки стала еще шире. «Да!» – Александр иронично изогнул бровь. «А я своей жене скажу о твоих планах!» «Оксана меня не обидит!» – тихо рассмеялась Наташа. «Как там Кирюша?» «Кнопка? Ему уже восемь, и он обижается, когда ты его так называешь. У него все хорошо. Вот на прошлой неделе табель принес. Отличник, только две четверки!» «Скучает!» – спрашивал, когда тетя Наташа придет поиграть. «А я так закрутился на работе, что забыл тебе позвонить и пригласить!» «Да и зачем тебе приглашение? Ты всегда желанный гость в нашем доме. Почему не приходила?» «Тоже дела, да и не хотела навязываться!» «Кнопка! Ну что ты такое говоришь?» – упрекнул Александр, положив руку на ногу Наташи. «Мы всегда рады тебя видеть! Я давно предлагала тебе переехать к нам!» «Саш, мы этот вопрос уже обсуждали!» – девушка покачала головой. «Ладно, ты передавай привет Оксане! Только не говори ей, что я в больнице! Ей волноваться нельзя!» «Уже знаете, кто будет?» «Да, девочка!» – гордо сообщил Александр, вспомнив о своей беременной жене. «Поздравляю! А как назовете?» «А не скажу!» – улыбнулся мужчина. «Ну, Саш!» «Нет, даже не проси, потом узнаешь! И не дуй губы, не подействует! Лучше скажи, как ты себя чувствуешь!» «Уже намного легче! Ты ведь знаешь, что я быстро отхожу! Готова прыгать и веселиться!» «Ну, еще рано прыгать! Придется тебе Новый год встречать здесь!» «Ничего страшного!» – заверила девушка, улыбнувшись. «Мне и так не с кем его встречать! А вы хоть отдохнете от меня!» «Наташ! Все хорошо! А в новогоднюю ночь мне составят компанию книга о драконах!» «М-м-м! Ты опять в своих сказках!» – вздохнул мужчина, но улыбнулся. «Как можно не улыбнуться в ответ на такую солнечную улыбку девушке?» «Угу!» – кивнула Наташа. «Кстати, Саш, а кто есть в отделении?» «Почти пусто! Четверо с инсультом!» «Олег, 12 лет! Он упал с балкона пятого этажа! Пришлось сделать операцию!» «Но 30-го послезавтра его переводят в обычное отделение!» «Угрозы жизни нет!» «И...» – мужчина резко замолчал. «Что?» «Ничего!» – натянута улыбнулся Александр. «Сам не понимая причины, мужчина не захотел рассказывать девушке о Максиме, не хотел, чтобы Наташа огорчалась. «Вот и хорошо! Завтра почитаю Олегу. Ему, наверное, очень скучно. А потом пойду к остальным!» – кивнув, сообщила девушка. «Ты ведь не запретишь?» «Наташа, они без сознания!» «Ну и что, что без сознания? Ученые говорят, что человек, находясь в коме, все равно воспринимает окружающий мир и слышит, что ему говорят. «И может, к Новому году свершится чудо, и кто-нибудь очнется. Ладно, ладно, тебя не переубедишь. Да и ты запрет все равно нарушишь. Ох, попрут меня с работы из-за тебя!» – притворно вздохнул Александр. «Да? И кто посмеет уволить заводделением? И к тому же лучшего доктора области? Ну и я особо не нарушаю правила, просто читаю». «Хорошо, читай. А сейчас лучше отдыхай, Кнопка. Я домой уже. Если что, звони, даже ночью». «Угу. Саш, не забудь передать привет Оксане и Кириллу». «Хорошо». Александр встал с кровати, поцеловал Наташу в лоб и улыбнулся. «Отдыхай и долго не читай». «Слушаюсь, доктор», – засмеялась девушка. Уснула Наташа далеко за полночь, дочитав историю любви ведьмы и вампира до конца. Сон пришел сразу, как только девушка закрыла глаза. Несмотря на то, что читала Наташа на ночь фантастику, ей приснился очень реалистичный сон. Девушка шла по заснеженной улице. Вокруг бушует метель. Снег белыми хлопьями кружится, не позволяя ничего разглядеть. Только серо-белые краски. И вдруг все прекратилось. Метель утихла. Только редкие пушистые снежинки, кружась, опускаются с неба на землю. Впереди показалась автобусная остановка. Странная. Ничего больше вокруг нет. Словно остановка находится посреди белоснежной пустыни. Возле остановки стояла одинокая фигура. «Здравствуй», – произнесла Наташа, приветливо улыбнувшись, когда подошла ближе. Она внимательно рассмотрела человека, стоявшего на остановке. Это оказался парень. Высокий, стройный, одет в длинное черное пальто и джинсы. В его черных волосах запутались снежинки. Ворот пальто был поднят. А руки парень держал в карманах, и он немного сутулился. По всему было понятно, что парень стоит здесь очень давно и уже замерз. «Привет», – ответил незнакомец, поднял голову на девушку, посмотрели карие глаза. «Шоколадные», – промелькнула мысль в голове Наташи. Воцарилась гнетущая тишина. Парень и девушка так и смотрели друг на друга. «Нужно что-то сказать», – раздумывала Наташа. «Извини, ты давно ждешь?» – произнесла девушка. Пытаясь завязать разговор. Наташа считала свой вопрос банальным, но она так и не придумала, что сказать. «Двадцать третий еще не проходил?» «Нет», – ответил парень и улыбнулся. «Я его тоже жду». И снова возникла тишина. Парень и девушка молча переглянулись пару раз. «До Нового года, наверное, уже осталось совсем чуть-чуть», – вдруг произнес незнакомец. «Наташа удивленно вскинула бровь. Она понимала, что это всего лишь сон, но ведь то, что нам снится, – это обрывки реальности. А в ее реальности до Нового года еще три дня». «Когда я уходила от друга, было почти шесть вечера», – продолжил рассказывать парень. «И так как я жду тут уже достаточно долго, точнее, несколько часов, то думаю, что скоро уже двенадцать. Ты не знаешь, сколько времени?» «Нет», – ответила Наташа, как-то растеряно. «Значит, пока ты здесь стоял, ни один автобус не проехал?» «Нет, даже ни одной машины», – парень покачал головой. «У тебя телефон есть?» «Давай такси вызовем, я заплачу». «У меня нет телефона», – смущаясь, ответила девушка, после того, как внимательно ощупала все свои карманы. «А я свой забыл у друга», – с дозадой произнес парень. «Что будем делать?» – спросила Наташа, чувствуя, что начинает замерзать. «Странно, разве во сне можно замерзнуть?» – подумала она. «Не знаю, давай подождем еще, может, кто-нибудь будет проезжать мимо. Я этот район города плохо знаю, и то, как водитель. Знаешь, в роли пешехода все не так выглядит». «Хорошо, давай подождем», – согласилась девушка, улыбнувшись. «Наташа». Парень ничего не сказал в ответ, только нахмурился. Между его бровями пролегла глубокая морщинка, показывая, что он сосредоточенно о чем-то думает. «Вообще-то полагается в ответ назвать свое имя». «Немного обиженно», – произнесла Наташа, но улыбнулась. «А еще можно добавить, приятно познакомиться». «Я не помню», – пробормотал парень. «Что?» «Я не могу вспомнить, как меня зовут». «Странно», – растерянно произнесла девушка. «Я помню кто я, помню своих родителей, свою жизнь. Помню, что в данный момент я возвращаюсь от друга, а вот своего имени не помню. Как можно забыть свое имя?» «Не знаю», – пораженно пробормотала Наташа. Девушка все никак не могла поверить, что парень говорит правду, но его серьезный, растерянный вид говорил об обратном. Он действительно не помнит. «А документы? Посмотри, может, у тебя есть какой-нибудь документ?» «Ничего нет», – ответил парень после того, как проверил все свои карманы. Вдруг силуэт незнакомца начал растворяться в воздухе. Парень в последний момент поднял на Наташу грустный взгляд к орехглазу и исчез. «Что? Подожди!» – крикнула девушка. «Не уходи!» Наташа проснулась и резко вскочила на кровати. Сердце неистово колотилось в груди. Девушка не сразу поняла, где находится. Лишь через несколько минут все вспомнила. Как и договорилась с Александром, Наташа после завтрака навестила Олега. До самого вечера девушка рассказывала мальчику различные истории и сказки. Несколько раз их проведывал Александр Юрьевич, но долго не засиживался. Весь день у Наташи из мыслей не уходил незнакомец, увиденный во сне. Девушка понимала, что образ парня может быть собран из нескольких молодых людей, как пазл. А то, что она увидела, лишь играя ее разуму. Но все равно никак не могла забыть взгляд шоколадных глаз и улыбку парня. Даже с мыслью о нем девушка уснула, перестав пытаться средоточиться на чтении. И снова заснеженная улица, метель, автобусная остановка, одинокая фигура. «Здравствуй!» – произнесла Наташа, приветливо улыбнувшись парню. «Привет!» – ответил он, подняв голову и посмотрев на девушку своими шоколадными глазами. «Ты давно ждешь?» – задала тот же вопрос Наташа, удивленная и огорченная тем, что парень ее не вспомнил. «Дуреха! Да и как он мог тебя вспомнить, если это всего лишь сон?» – мысленно обругала себя девушка. «Двадцать третий еще не проходил?» Наташа решила повторить все вопросы, заданные в прошлом сне. Только избегать вопроса об имени парня. Ведь в тот раз из-за этого он исчез, а она проснулась. В этот раз они долго разговаривали, рассказывали истории из своей жизни, смешные и не очень, забавные и грустные. Пара не замечала ни течения времени, ни мороза, ни возобновившейся метели. В этот раз парень и девушка много узнали друг о друге. «Жаль, что ты все забудешь», – подумала Наташа и тяжело вздохнула. «Жаль, что ты не настоящий». Они смеялись над очередной шуткой, когда фигура парня начала терять очертания, рассеиваться в воздухе. «Нет, нет!» – с отчаянием прокричала девушка. «Не уходи!» Наташа проснулась резко и с удивлением поняла, что по щекам бегут слезы. Весь день у девушки было плохое настроение. Мысли все время бродили вокруг ее сна и парня с карими глазами. Девушку съедала тоска. Хотелось побыстрее уснуть и вновь увидеть незнакомца, поговорить с ним, увидеть его улыбку. Пусть это только сон. А день, словно по чьей-то злой прихоти, тянулся очень долго. В два часа дня Наташа проводила мальчика Олега, пожелав ему выздороветь и хорошо встретить Новый год. «Я уже большое и в Деда Мороза не верю!» – серьезно заявил Олег. «А в чудеса веришь?» – Наташа улыбнулась. «Говорят, под Новый год что не пожелаешь?» «Не верю! Я в прошлый раз загадывала желание, а оно не сбылось!» – нахмурился мальчик. «Просто нужно сильно-сильно верить и хотеть. Тогда сбудется любое желание!» Девушка взъерошила мальчику волосы и щелкнула пальцем по носу. «Не болей!» Чтобы скоротать время до вечера, Наташа, взяв с собой книгу о драконах, отправилась читать ее больным, находящимся в коме. Медсестра, проходившая мимо, только презрительно хмыкнула, считая, что девушка тратит время понапрасну. Ведь этим людям все равно они могут и не очнуться. Наташа так не думала. Пусть ее затея казалась глупой и наивной, но девушка верила в то, что делала. Каждый нуждается в общении. И вот, наконец-то, наступил вечер. Наташа удобнее устроилась на кровати и закрыла глаза. Но сон не приходил. Перевернулась на другую сторону и снова ничего. С досадой вздохнув, девушка включила рядом с собой лампу и достала книгу. Слова никак не хотели складываться в строчки, а строчки в абзаце. Уснула Наташа только ближе к полуночи. Все так же кружил снег. И лишь одинокая автобусная остановка посреди белоснежного поля. Наташа с удовольствием разговаривала с незнакомцем, ловя каждое его слово. Но в душе оставалась горечь от того, что сон закончится и парень исчезнет. «Передай моим родителям, что я их люблю», – вдруг произнес парень перед тем, как полностью растаять в воздухе. И опять Наташа проснулась вся в слезах. Девушка посмотрела на белый потолок больничной палаты и со злостью ударила по кровати. «Как же я хотела бы встретить тебя в реальной жизни!» – с сожалением подумала Наташа. «Сегодня 31 декабря, а у девушки совсем не праздничное настроение. В отделении царила удивительная тишина. Только писк аппаратов и иногда шаги дежурной медсестры в коридоре. После обеда тишиной отделения нарушили шаги и громкие голоса в коридоре. «Александр Юрьевич, вы простите, что я вас так... выходной!» Виновата прозвучал женский голос, в котором Наташа узнала голос дежурной медсестры. «Лена, вы все правильно сделали», – отозвался доктор. «Я не знаю, что делать. Показатели падают. Думаю, он не доживет и до 12». Шаги и голоса отдалились. Наташа, заинтересовавшись, выглянула в коридор и увидела, как медсестра и Александр вошли в палату в конце коридора. Девушка удивилась, ведь она и не знала, что там кто-то есть. Через 20 минут из той палаты вышел доктор. Его лицо было серьезным и печальным. Значит, пациенту очень плохо. «Лена», – обратился доктор к медсестре. «Если станет еще хуже, не сомневаясь, звоните мне». «Хорошо, Александр Юрьевич». Наташа поспешно прикрыла дверь в свою палату. Вскоре рядом послышались шаги. Тихий стук, и внутрь вошел Александр. Девушка как раз успела сесть на кровать. «Привет, Кнопка», – улыбаясь, произнес мужчина. «Как праздничное настроение?» «Все хорошо», – Наташа выдавила из себя улыбку порадостней. «Что-то не видно», – с подозрением хмыкнул Александр. «Тебе плохо? Как самочувствие?» «Саша», – девушка уклонилась от руки доктора, когда он хотел ощупать ее лоб, чтобы проверить, нет ли температуры. «Все хорошо, просто я немножко устала и спать хочется». «Значит, ложись и поспи. Тебе идти некуда, набирайте сил». «Ты мне еще одеялко подоткни, как маленькой», – засмеялась девушка, но под серьезным взглядом Александра легла на кровать. «Вот так и сделаю», – доктор укрыл девушку одеялом и поцеловал ее в лоб. «Спи». «Хорошо», – прошептала Наташа и в самом деле засыпая. Снова во сне девушка разговаривала с незнакомцем. Наташа наслаждалась каждой минутой, хотя знала, что все это лишь ее воображение и стоит лишь проснуться. Но как же не хотелось просыпаться. «Передай моим родителям, что я их люблю», – произнес парень. «Запомни, меня зовут Максим Морозов». «Максим», – прошептала девушка, улыбнувшись при звуке имени парня. «Нет, только не уходи». «Знаешь, а ты мне очень понравилась», – сказал парень. Нежно провел пальцем по щеке девушки и исчез. «А я, кажется, тебя люблю», – проснувшись, прошептала Наташа, утирая слезы. «Максим». Спать больше не хотелось. И девушка бесцельно бродила по коридору. Из комнаты отдыха медсестры были слышны тихие звуки телевизора. А вновь приехавший в больницу Александр Юрьевич разговаривал по телефону с женой. Наташа постояла у окна в конце коридора, смотря на ночной город. Еще час, и небо озарится вспышками фейерверков. Только подумать, прошел уже целый год, как же быстро летит время. Грустно подумала Наташа, вводя пальцем по стеклу. Девушка нагнулась, дыхнула, и на стекле появилось слово «в окружении сердечек». «Максим». Наташа уже хотела возвращаться в свою палату, как натолкнулась взглядом на дверь, ведущую в палату больного, которому сегодня вызывают Александра. Лена сказала, что он может не дожить до полуночи. «Бедный, страшно вот так умирать. И даже никто с тобой не поговорит, не подержит за руку», – размышляла девушка, приближаясь к двери. Зайдя внутрь, Наташа сразу же подошла к кровати, на которой лежал молодой мужчина. Трубочки, капельницы, проводки, аппаратов. По всему этому девушку поняла, что молодой человек в коме. Не раз ей приходилось такое видеть. Наташа подошла еще ближе, всмотрелась в лицо парня. Крик застрял в горле. «Максим!» – прошептала она неуверенно, а потом радостно улыбнулась. «Максим!» Но радость сменилась болью и отчаянием. Слезы навернулись на глаза. Девушка осознала, что парень умирает. Наташа осторожно села на кровать и нежно погладила парня по щеке. «Вот мы и увиделись», – разнесла девушка, грузно улыбнувшись. «Но мне так жаль. Я так бы хотела познакомиться с тобой по-настоящему, а не во сне. Поговорить с тобой, прикоснуться, поцеловать». Наташа просто молча сидела и смотрела на Максима, держа его за руку. Девушка совершенно не замечала, что плачет, всматриваясь в лицо парня, запоминая каждую его черточку-родинку. Внезапно один из приборов начал пронзительно пищать, ускоряясь. «Максим, ты что? Ты только не умирай!» «Я ведь тебя нашла, ты должен жить!» Наташа еще сильнее зарыдала. «Ведь сегодня Новый год, и ты, ты сам скажи родителям, что любишь их. Не умирай!» Говорят под Новый год, что не пожелаются. «Максим, я хочу, чтобы ты жил. Пожалуйста, я тебя люблю!» Приборы запищали еще активнее. Наташа склонилась над парнем, желая поцеловать его. Хоть раз. Веки Максима дрогнули, и он медленно открыл глаза. «Максим!» – пораженно прошептала девушка и поцеловала парня в губы. «Я сейчас!» Наташа пулей вылетела в коридор, утирая с рукой слезы. «Саша! Александр Юрьевич!» Закричала девушка. «Саша!» Из своего кабинета выскочил перепуганный доктор. «Кнопка! Что случилось?» Стревоженно спросил мужчина. «Саша! Там!» Девушка так спешила, что подскользнулась на полу и упала. Но тут же быстро поднялась на ноги. «Максим очнулся!» «Что?» Александр нахмурился, не понимая, что говорит Наташа. «Максим, он очнулся!» Воскликнула девушка. Из ее глаз вновь побежали слезы. Но на этот раз от радости. Прошел год. Дверь в квартире на четвертом этаже, обычной, ничем не примечательной, многоэтажки, распахнулась, пропуская внутрь девушку, одетую в длинную шубку, которую она тут же распахнула. Следующий слетала вязаная шапочка, выпуская на свободу длинную рыжую косу. Девушка оперлась одной рукой на стену и чуть-чуть наклонилась вперед, стараясь отдышаться. Вторую руку она положила на свой круглый живот, огромный, как думала девушка. Следом за девушкой, чуть хромая и опираясь на трость, вошел высокий черноволосый парень. «Малыш, зачем ты пошла по ступенькам?» «Тебе нельзя», – с упреком произнес парень, но его карие глаза встревожены и с заботой осмотрели девушку с ног до головы. «Тебе полезно разминать мышцы, а мне, значит, нельзя?» В том же тоне ответила девушка, восстановив дыхание. «Максим, ну не хотела я ехать лифтом. Подумаешь, семьдесят ступенек – это немного». В коридор, где разговаривали парень и девушка, вошел высокий мужчина, одетый в джинсы, вязанный свитер и красную шапочку а-ля Санта-Клаус. Услышав перебранку пары, он улыбнулся. «Саш, ну скажи ты ему, что мне по ступенькам ходить можно?» Обратилась к мужчине рыжеволосая девушка. Парень, в это время снимавший с ее ноги сапог, только недовольно хмыкнул. «Ты что, ступеньками поднималась?» – удивленно спросил Александр. «Кнопка!» «Ну вот, начинается!» Девушка подняла взгляд к потолку. «Я не инвалид, а всего лишь беременная». «Угу, на седьмом месяце!» – улыбнулся Максим и нежно погладил живот Наташи. «Ладно, не ссорьтесь!» – примирительно произнес Александр. «Все хорошо ведь, но кнопка, а пообещай так больше не делать!» «Ну-у-у-у!» – задумалась девушка. «Малыш!» – просительно произнес Максим, обнимая Наташу и прикасаясь к ее губам в легком поцелуе. «Обещаю!» – расставила девушка в объятиях любимого. «Так, супруги Морозовы, попрошу пройти в комнату!» – рассмеялся Александр. «Так сказать, к праздничному столу!» «Тетя Наташа!» – вошедших оглушил восторженный мальчишеский крик. «Дядя Максим!» «Привет, Кирилл!» – улыбнулась Наташа, потрепав парнишку по волосам. «А где моя маленькая тезка?» Как раз в это время в комнату вошла женщина с маленькой девочкой в одной руке и с тарелкой салата в другой. «Привет, Оксана! Дай-ка я поцелую эту малышку!» Наташа хотела взять на руки девочку, но ее опередил Максим. «Тебе нельзя!» – улыбнулся он и поцеловал жену в щеку. «Хм!» – девушка обиженно надула губы, но тут же улыбнулась, заметив, как маленькая Наташенька, их крестница, смотрит на Максима огромными синими глазами. Когда с приветствиями было окончено, а дети Александра и Оксаны были уложены спать, праздничное веселье взрослых продолжилось. За столом было вспомнено все события прошедшего года, как хорошие, так и не очень. Наташа, улыбнувшись, посмотрела на своего мужа. Максим о чем-то рассказывал Александру. Девушка положила руку на свой живот. В ее ладонь тут же толкнулись. Их с Максимом сын сегодня очень активные и, кажется, спать не собирается. «А ведь этого могло и не быть», – подумала девушка, вспоминая прошлый Новый год. Удивительно, но тогда Максим очнулся именно на последнем ударе часов и стал для Наташи новогодним чудом. Александр Юрьевич не мог поверить в случившееся. Надежды ведь не было, а тут такое. Больной, пробывший в коме год, не просто очнулся, он быстро шел на поправку. Наташа все время не отходила от парня, чем удивляла Максима. Он не понимал, что нужно от него совершенно незнакомой девушке. Она читала ему книги, развлекала, во всем помогала, что парню даже становилось стыдно. Такая забота от незнакомой девушки, в то время как его невеста, оказывается, уже давно не его, и не невеста, а чужая жена. День за днем Максим все больше привязывался к Наташе, да и как можно было устоять перед обаянием его рыжего ангела. Так Максим назвал девушку, когда смог говорить, ведь первое, что он увидел, очнувшись, это было симпатичное личико, плачущего рыжеволосого ангел. Тогда парень подумал, что попал в рай, а через два месяца состоялась скромная свадьба, на которой присутствовали только самые близкие и родные люди. Родители Максима и Александр Юрьевич с семьей. И хоть жених был в инвалидной коляске, это событие стало для пары самым замечательным. Через пару месяцев Максим уже смог передвигаться с помощью трости, хотя врачи предвлекали, что парень не сможет ходить. Но ради своего ангела Максим старался, терпел боли и нагрузки, а полгода назад Наташа вдруг стало плохо. Закружилась голова, и она чуть не потеряла сознание. Максим настоял на том, чтобы пойти к врачу, и Наташа под угрозой быть отшлепанной, заботливый муж попался девушке, согласилась. Были сданы все возможные нужные и ненужные анализы, и врач сообщила, что Наташа беременна. Такая новость очень взволновала девушку, и она начала паниковать. Но Максим влазным голосом приказал жене прекратить истерику и уже ласково пообещал, что все трудности они преодолеют. А свои сны Наташа называла не иначе, как судьбой. Из воспоминаний Наташу вывел очередной толчок в живот. Девушка поерзала на стуле, устраиваясь поудобнее, потому что заболела спина. Маневр жены не укрылся от Максима. «Что, малыш?» – спросил парень, наклонившись к жене. Я, девушка, улыбнулась, но потом поморщилась и тоненько пискнула. «Ой! Что?» Максим с беспокойством посмотрел на испуганное лицо Наташи, привлекая внимание Александра и Оксаны. «Ой!» – вновь пискнула девушка сквозь зубы, склонила голову и схватилась за живот. «Саш, надеюсь, ты роды принимать умеешь?» «А?» – удивился мужчина. «Ты что? Еще два месяца?» «Да?» – прошипела Наташа, поднимаясь со стула с помощью мужа. «Ты это своему крестнику скажи. Кажется, он решил осчастливить нас своим появлением». Началась суета и сборы в больницу, и только Максим сохранял внешнее спокойствие, хотя внутри каждый нерв был натянут до предела от переживаний за жену и их сына. Он показал все свои эмоции только тогда, когда Наташу увезли в родильную палату, до последней минуты убеждая жену, что все будет в порядке. Через два часа, под бой часов, на свет появился Морозов Александр Максимович. Настоящее новогоднее чудо для своих родителей. Не стоит ломать голову и рассуждать о том, может ли на самом деле случиться чудо. Просто нужно верить всей душой. И чудо обязательно случится. Продолжение следует...